Доброго времени суток дорогие коллеги с вами Татьяна Курячая сегодня у нас с вами очень серьезная тема сегодня мы с вами будем говорить о маркетинг плане компании фаберлик когда я готовилась к этому обучению то я поняла что это очень обширный материал очень обширный и очень сложный и чтобы упростить ваше восприятие маркетинг плана я разделила свое обучение на три видео урока и сегодня у нас с вами первая часть первый урок маркетинг плана компании фаберлик сегодня мы с вами будем говорить о деньгах о том откуда берутся доходы о том как они выплачиваются и почему именно цена продукта может быть такой или другой подготовьте пожалуйста тетрадь и ручку и приступим к обучению в компании фаберлик существует два основных вида дохода консультанта это прибыль с продаж и вознаграждение от объемов структуры если у вас не будет личного объема то у вас не будет вознаграждения от объемов структуры и поэтому в первую очередь мы поговорим о прибыли с продаж я категорически против закупок в некоторых сетевых компаниях предлагают закупиться на большую сумму а потом что хотите то и делайте с этим продуктом я к этому отношусь немного по-другому человек должен покупать себе человек должен обязательно находить клиентов и человек должен обязательно рекомендовать своим знакомым и близким и незнакомым наш продукт тогда вы точно не будете вкладывать никаких больших доходов и тогда вы точно будете получать максимальное количество прибыли как с продаж точно также и вознаграждение от объемов структуры и так прибыль с продаж вы находите клиента вы договариваетесь с ним вы рассказываете о продукте вы выстраиваете сделку и получаете прибыль и чем больше таких клиентов вашей базе данных будет тем больше вы получите доход с продаж но точно также чем больше аналогично вашей структуре будет количество консультантов как ширину в первую линию так и в глубину во второе в третье в последующие поколения тем больше вы получите вознаграждение от компании от объемов своей структуры компания платит не за то что вы пригласили консультантов компания фаберлик выплачивает вознаграждение она называется объемная скидка за то что вы обучили этих консультантов делать заказы точно также вы обучили работать с клиентами точно также вы обучили их делать прибыль с продаж вы научили людей зарабатывать деньги в компании фаберлик и если у этих людей которых вы привели в компанию есть личные продажи или есть личный объем и есть личная структура тем больше вы получаете от компании то есть чем больше людей в вашей структуре будет зарабатывать тем больше ваше вознаграждение будет от компании фаберлик Часто мне задают вопрос, сколько клиентов должно быть. К этому нужно относиться, ну, знаете, по-разному. Для кого-то достаточно пяти клиентов в базе данных, если это VIP-клиенты, если это большие заказы и если это правильная работа с клиентами. Тогда у вас всегда будет объем не менее 100 баллов, и тогда вы никогда не будете заворачиваться по поводу того, сколько заработать и как это сделать. Мне точно так же задают вопрос, в ширину строить структуру или в глубину? То здесь вы тоже выбираете этот путь. Если вы выращивать будете только лидеров, у вас обязательно будет вознаграждение и бонусы от компании. Но если вы будете растить только лидеров, то у вас не будет бокового объема, и вы будете зарабатывать гораздо меньше. Я в квалификации старшего директора зарабатываю как золотой директор. Но у меня большая первая линия и большое количество лидеров в глубину. Давайте рассмотрим следующий слайд. Как вообще работает сетевой маркетинг? Вообще сетевой маркетинг – это рекомендательный метод. Мы в жизни очень часто рекомендуем кому-то прекрасный телевизор, который приобрели, или прекрасный диван, который мы купили. Но получается, что мы рекламируем другие магазины, других бизнесменов, и за это не получаем деньги. В сетевом маркетинге все выстроено правильно. Вы рекомендуете людям как продукт компании, точно так же вы рекомендуете людям бизнес компании. Вы рассказываете о вознаграждениях компания, и тогда они рекомендуют вас своим знакомым. И точно так же вы по рекомендациям можете поработать с их знакомыми, хотя вы их раньше никогда не знали. То есть в любом случае покупка и продвижение товара и рекомендаций приносят в сетевой маркетинге прибыль. Давайте посмотрим еще, из чего состоит личный объем консультанта. Первое – это стартовая программа для новичка. Я назвала тут букв 2ПП, потому что это в основном привилегированные покупатели. У вас даже статус будет привилегированного покупателя. Вы имеете право просто приобретать продукцию для себя. Есть такая категория людей, которые просто приходят пользоваться продуктом со скидкой. И обычно таким людям я рекомендую первый шаг. Первый шаг в компании по стартовой программе, он каждый период разный. И поэтому это нужно учитывать. И разная стоимость закупки для включения в стартовую программу. Поэтому здесь я не буду ставить акцент. Здесь очень важно учитывать и включаться в первый шаг. Следующий этап, который вам необходимо обязательно знать. Смотрите. Стартовая программа, она состоит вообще из 8 шагов. Первый шаг, он меняется от периода к периоду. А уже стартовая программа стабильная, она идет от второго шага по восьмой. И там необходимо обязательно условие делать или 25 баллов в период за 3 недели. Не просто пробить заказ, его обязательно нужно оплатить. Или 50 баллов. Если вы делаете 25 баллов, то ваш подарок, набор от стартовой программы, будет чуть-чуть подороже, хотя по очень смешной цене. Если вы делаете 50 баллов, то тогда всего лишь за 99 рублей. Если вы сделали первый шаг и не включились во второй шаг в следующий период, то в стартовую программу вы не включились. Но об этом я не буду концентрировать внимание. У меня есть уроки, вы можете их посмотреть. Обязательно вам необходимо знать, для того, чтобы объяснить вашим новичкам, и если вы сейчас как новичок смотрите этот урок по маркетинг-плану. В течение 6 периодов новый консультант, который зарегистрировался, считается новичком. Что это значит? Предположим, он зарегистрировался и по какой-то причине не смог приобрести продукцию и не смог оплатить ее. Соответственно, у него есть право включиться в первый шаг стартовой программы в течение 6 периодов. Это вместе с моментом регистрации, вместе с периодом регистрации. Если в течение 6 периодов новичок не приобрел ни одного продукта, ни одного заказа не сделал, то компания оставляет за собой право без предупреждения удалить из базы данных его. Поэтому обязательно рассказывайте своим новичкам о том, что у них есть право в течение 6 периодов включиться в стартовую программу и получать скидку от компании. Итак, рассмотрим. Вы уже не привилегированный покупатель. Вы уже консультант. И у вас вы делаете 50 баллов. Что это значит? После того, как вы сделали 50 баллов, то у вас появляется дополнительная скидка 10% от цены прайса, от цены нашей. Это мы дальше посмотрим на образце. Сейчас я вам только расскажу. После того, как вы сделали 50 баллов, на следующий период у вас есть дополнительная скидка от цены продукта. Точно так же, если вы делаете минимальное 50 баллов, и у вас есть структура, тогда вы имеете право получать вознаграждение от вашей структуры, от объемов вашей структуры. Это называется объемная скидка. Если вы сделали меньше 50 баллов, то вознаграждение вы не получите. Если вы сделали меньше 50 баллов, то у вас идет цена привилегированного покупателя. Еще обратите внимание, если вы сделали 50 баллов единовременно за 3 недели какого-то периода, то на следующий период у вас есть скидка 10% дополнительная. Если вы в следующем периоде не сделали 50 баллов, то эта скидка аннулируется, и у вас опять встают цены привилегированного покупателя. Запишите это, пожалуйста. Поэтому я вам рекомендую делать регулярно не менее 50 баллов. Это даст вам огромное количество плюсов, как по продукту, точно так же и по маркетинг-плану, и по вознаграждениям, и по бонусным программам. Итак, давайте рассмотрим. Если вы делаете 100 баллов, то у вас есть дополнительная программа VIP. Прекрасная программа, мы о ней поговорим в следующем уроке. Там огромное количество преимуществ. И точно так же вы участвуете в акциях для наставников. Точно так же вы получаете подарки, большие бонусы, подарки от компании. Когда это поездка в какую-то страну, то она всегда идет от 100 баллов. Если вы будете делать только 50 баллов личного объема, вы можете потерять свои поездки, свои большие подарки. Смотрите, точно так же у консультантов есть преимущество от 150 баллов. Это дополнительное вознаграждение плюс 10% к объемной скидке. Но об этом мы поговорим в следующем уроке. Обратите внимание, запечатлейте. Должно быть не менее 50 баллов, и тогда у вас все будут плюсы. Рекомендую делать 100 баллов, и у вас удваиваются плюсы. И третий момент. Делайте 150 баллов, и тогда ваши доходы, ваше денежное вознаграждение увеличивается. Договорились? Договорились. Давайте двигаемся дальше. Посмотрите, пожалуйста, на прайс. У каждого консультанта есть возможность приобрести прайс или посмотреть в личном кабинете компании. Есть здесь разница в ценах на продукцию. Обратите внимание, вот зачеркнутая цена, вот, например, рассматриваем первое, гель для умывания, для жирной и проблемной кожи, ультра, ультра, ультра клиентс. 200 – это базовая цена каталога. Видите, вверху написано, написано ЦК. Это цена каталога базовая. В каждом каталоге есть определенная скидка дополнительная от компании. Вот в каком-то 26%. В другом каталоге на этот продукт может быть всего 16%. В каком-то может также, вот посмотрите, обратите внимание, универсальная, вот видите, очищающая полоска для лица. Видите, 0,8,86. Она в этом каталоге абсолютно без скидки. То есть она идет по базовой цене без дополнительных скидок в каталоге. Понятно? Поэтому обязательно учитывайте. 200 – это базовая цена. 600 – это базовая цена, зачеркнутая. 149 – это та цена, которая действует только в этом каталоге. Дальше. Это скидка на цену каталога. Определенного периода. Понятно? Двигаемся дальше. Видите, ЦСК – это цена склада консультанта. И точно так же цена склада привилегированного покупателя. Помните, мы с вами рассматривали предыдущий слайд. Все, кто до 50 баллов, они привилегированные покупатели. Все, кто сделал 50 баллов, официально от компании становятся консультантом. Итак, давайте обратно перейдем. ЦСК – это для тех консультантов, кто регулярно делает более 50 баллов. Это ваша цена продукта. Те, кто не делает, это ваша цена продукта. Поэтому, если вы делаете регулярно более 50 баллов, то тогда ваша цена будет гораздо ниже на 10%, чем у привилегированных покупателей. Поэтому я рекомендую обязательно делать более 50 баллов, и тогда вы не будете сомневаться в этом. Давайте рассмотрим следующий слайд. Основные положения маркетинг-плана. Обратите внимание, расчет периода, каталога действия – 3 недели. И начинается каталог в определенное время, и в определенное время заканчивается. Вы можете это посмотреть на самом каталоге. Стоимость балла. Смотрите. Стоимость балла. Основной ассортимент косметика по уходу, декоративная косметика и продукты здоровья и парфюмерия в основном стоят 75 рублей за 1 балл. Дополнительный ассортимент – одежда, аксессуары, нежное белье, какие-то дополнительные от компании продукты – они всегда стоимость 1 балла – 150 рублей. Когда вы делаете заказ, очень важно учитывать это. Мне очень часто задают вопросы, почему мой заказ намного больше. Вероятнее всего, вы сделали гораздо больше заказов по вот этим ценам. Поэтому обязательно учитывайте стоимость балла. Минимальный личный объем для получения вознаграждения, мы уже с вами говорили, 50 баллов. За 3 недели. Если вы сделали 50 баллов, но не оплатили под конец 3 недель действия каталога, то тогда у вас ничего не получится. Накопительной программы у нас нет. Стоимость 1 балла для расчета вознаграждения, объемной скидки от объемов продаж – это 60 рублей. Сейчас мы рассмотрим с вами пример. Выплаты за личный объем, предположим, 100 баллов. Как это рассчитывается? 100 баллов умножается на 60 рублей. Это стоимость 1 балла, как мы с вами говорили. И умножается на 3%. И от этого получается 180 рублей. Эта компания вам начислит на личный счет. Выплаты за всю структуру. Ваша структура, предположим, сделала 3000 баллов квалификацию директора. Вы умножаете также на 60 рублей, умножаете на 23% и получаете за всю структуру. Вы и ваша структура вместе 41 400 рублей. Как распределение происходит внутри вашей структуры по лидерам, это мы будем рассматривать на следующем уроке. Здесь обязательно обратите внимание на это. Прибыль от прямых продаж. Пример, давайте рассмотрим. Консультант заказал косметику на 7500 рублей. Это 100 баллов по 75 рублей. Помните, мы с вами говорили, вот, 75 рублей за 1 балл. Тогда получается 7500 плюс 35% равно 10125 рублей. Это будет заказ по каталогу. Прибыль от прямых продаж получается 10125, отнимаем 7500. Это стоимость по прайсу. Это ваша цена. И получается 2625 рублей вы получаете на руки. Вот эта вот прибыль может колебаться в зависимости от транспортного сбора на агентском пункте. Его вы просто прибавляете к стоимости по прайсу, и тогда получаете ту сумму, которую необходимо заплатить за заказ. Смотрите, пример номер 2. Консультант заказал одежду на 15000 рублей. Стоимость 100 баллов – это если 1 балл стоит 150 рублей. Помните, мы с вами говорили. Тогда 15000 плюс 25% равно 18750 рублей по каталогу. Это вы можете проверить по прайсу, рассчитать. Мы с вами, помните, смотрели прайс. Возьмите прайс, начните прибавлять, не отнимать от каталога, а прибавлять от прайса к цене каталога. Тогда у вас будет все получаться. Прибыль от прямых продаж в этом случае, в примере 2, будет 18750. Это по стоимости каталога вы получите деньги, отнимаете 15000, которые вы заплатили за заказ на агентском пункте или самостоятельно за свой заказ, и получаете прибыль 3750 рублей. Очень хороший момент. Поэтому используйте оба примера, используйте весь продукт продукции от компании Фаберлик и рассчитывайте правильно. У меня, кстати, есть, извините, вернусь обратно, у меня есть прекрасный урок, как планировать свои доходы и расходы в компании Фаберлик. Посмотрите его обязательно. Итак, следующий слайд. VIP-программа, бонус для продавцов. Помните, я вам говорила, если вернуться назад на несколько слайдов, 150 баллов. Вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Условия начисления. От 100 баллов личного объема 3 каталога подряд. Если вы делаете 100 баллов личного объема 3 каталога подряд, то вы становитесь VIP-консультантом. И тогда на следующий период у вас происходит замечательный момент. Вы получаете огромное количество скидок на пробники продукции, на каталоги. Вы об этом можете посмотреть. У меня специально есть урок. При выполнении личного объема 150 и более баллов вы получаете дополнительно объемную скидку вознаграждения плюс 10% на весь личный объем свыше 100 баллов. Сейчас объясню. Берем пример. Ваш личный объем 600 баллов. Это вы лично самостоятельно продали. Отнимаем 100 баллов, умножаем на 60 рублей. Это стоимость 1 балла в расчете объемной скидки. Не путайте, пожалуйста, стоимость продукта за 1 балл 75 или 150. А когда расчет вознаграждения идет, то это 60 рублей. Вот в чем различие. Итак, 600 минус 100. Получается у нас 500. Умножаем на 60 рублей за 1 балл и умножаем на 10%. И вы получаете 3000 рублей плюс к вашей прибыли с продаж и плюс к вашей объемной скидке в зависимости от маркетинг-плана. Если вам что-то будет здесь непонятно, обязательно задайте вопрос под этим обучением, и я вам на него отвечу дополнительно к вознаграждению по маркетинг-плану. Обратите внимание. Чем больше объем, тем выше вознаграждение. И 100, и 200 баллов, 600, 1000, 1,5, 2, 3. Это может быть как личный ваш объем, точно так же и групповой ваш объем. Смотрите. Вот я, например, знаю людей, которые делают по 3000 баллов личного объема. Они получают премиальные именно с продаж, и точно так же они получают премиальные от компании вознаграждения по маркетинг-плану. Смотрите. Что такое 100 баллов? Это от 7500 рублей товарооборот. Это звание консультант. Это 3% вознаграждения по маркетинг-плану. 200 баллов. Это от 15000 рублей товарооборот. Звание старший консультант. Это 6% при выплате объемной скидки. 600 баллов. Это от 45000 рублей товарооборот. Это звание лидер. Это 9%. Обязательно запишите эти звания, обязательно запишите проценты, запишите баллы, чтобы вы разбирались и понимали этот момент. Потому что, когда к вам приходят новички, то вы должны рассказывать маркетинг-план. Но не нужно им рассказывать очень много. На первых этапах им нужно показать, по какой лесенке они могут двигаться. Вот по какой лесенке, где идет фиксация баллов. Смотрите. 1500 баллов. Это товарооборот от 112500 рублей. Это звание вице-директор. Это 15% по маркетинг-плану. 2000 баллов. Это от 150000 товарооборот. Старший вице-директор. 19% по маркетинг-плану. 3000 баллов. От 225000 рублей товарооборот. Это квалификация директора. 23%. Это первая планка, которая действительно вам приносит потрясающий доход. Но есть еще один момент. Благодаря тому, что вы выходите на такие объемы, у вас есть уникальная возможность заключить соглашение с компанией. Давайте рассмотрим, что происходит на первом этапе до того момента, пока вы не заключили соглашение с компанией, не подписали договор определенный. Как происходит начисление вознаграждения объемной скидки? Когда вы делаете объемы и не заключили договор с компанией, то перечисления компании, объемные скидки, вознаграждения, можно назвать это премиальный, как хотите, аббревиатура идет объемная скидка. Вам приходит наличный счет консультанта в вашем личном кабинете. Вы этим можете воспользоваться при оплате своих накладных, но списание происходит определенное 65% списывается с объемной скидки и 35% вы должны заплатить наличными. Когда вы делаете заказ, обязательно рассчитайте, если вы хотите списать, чтобы было полностью 100% у вас списание, рассчитайте по стоимости, на какую сумму должен быть заказ. Если у вас в первый заказ не списалась вся объемная скидка, то в следующих заказах у вас она будет списываться. Никуда это не денется. Это ваш личный счет. Никто не имеет права зайти в этот личный счет. Это только у вас есть доступ к этому личному счету. И только вы имеете право списывать эти деньги со своих накладных. Как только вы достигаете определенной планки вице-директора 1500 баллов, именно с вице-директора 15% вы имеете право заключить договор с компанией. Но об этом мы поговорим позже. Но в этом случае мы давайте рассмотрим вознаграждение объемной скидки как предпринимателю, как индивидуальному предпринимателю вам зачисляется на ваш расчетный счет. Это расчетный счет директора, который вы заключаете с банком. И у вас там будет свой счет, с которого вы можете списывать как с карты. Точно так же вы можете получать уже 100% наличными. Но в этом случае вы платите налоги. Вы в этом случае платите в пенсионный фонд. А вот в этом случае вы не платите ни налогов пока, и вы не платите в пенсионный фонд, потому что здесь у вас объем не такой высокий. А здесь выплаты гораздо выше, и вам гораздо выгоднее заключить договор с компанией. Но есть определенные условия. А об этом мы с вами поговорим на следующем уроке. Если вам было что-то непонятно, если вам показалось, что я не ответила на все ваши вопросы, то, пожалуйста, под этим видео, под этим обучением задайте их, и я с удовольствием отвечу на любой из ваших вопросов. Итак, этот урок у нас закончен. До свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok